Всем привет, друзья! Я Камила Досова, и это мой канал о вязании. Долго меня не было, и сегодня я решила выйти в формате эпизод вязальный, потому что не было возможности записывать всё подряд, всё, что я делала за эти две недели. Поэтому всё расскажу в одном кадре, да, может быть, в двух. Поэтому, честно скажу, я просто выпала из жизни, потому что мне нужно было заканчивать мой проект, и я просто только этим и занималась. Проект, которым я занималась, я вам частично показывала. Это пулловер, связанный по мастер-классу Ларисы с канала Лана Стильное вязание. Так, вот этот проект. Пулловер связан на девушку примерно моей комплекции, то есть там примерно такой же рост, такой же размер по плечам. Вот, но это оверсайз такой получается, потому что, ну, как бы хотелось бы, конечно, да, чтобы Лариса там сама всё рассчитала, а я только села и связала. Но не тут-то было, потому что ниточка совсем-совсем другая. Как вы видите, здесь она получилась вот прям удлинённая модель. Теперь, и ниточка очень тонкая, это Зеня Баруфа, артикул Сета Твит. Твит, потому что всё усеяно грабушками, я сейчас поближе покажу. И это стопроцентный буретный шёлк. Я вязала из него впервые, я уже это вам говорила, и даже спрашивала ваши советы по ВТО. Спасибо вам огромное за то, что поделились своим опытом вязания из буретного шёлка. Вот, я всё соблюла, честно. Хотя мне пришлось прям стирать два раза, потому что пропитка была вот настолько сильной, что с первого раза она просто, ну, никак не вымылась. То есть мне пришлось два раза стирать. Как я и говорила, тоже отдаёт краску этот шёлк. Но от этого они становятся менее насыщенным. То есть вот сейчас камера не совсем корректно передаёт, как будто он чуть-чуть посветлее. На самом деле он чуть-чуть потемнее, более насыщенный. И крапушки. Они такие бирюзовые, светло-розовые, сиреневенькие. То есть пряжа очень красивая. Прям очень-прям очень красивая. И я очень рада, на самом деле, что мы остановились на этом варианте. Расскажу почему. Потому что, во-первых, я хотела всегда попробовать буретный шёлк связать. Во-вторых, я связала новую модель, хоть она не моя, но всё-таки иногда нужно отвлекаться от какой-то текучки и там разнообразить свои изделия чем-то новеньким. Опыт этот немножко получился такой с горчинкой, потому что я не знаю, что это было, но эта пряжа вела себя как заколдованная. Она постоянно... Это моя киса. Она постоянно лезла, просто разлезалась вот так вот во все стороны. И у меня не получалась вот просто одна часть. Вот, по-моему, правое, да, плечо. То есть я когда вывязывала вот эту полочку, у меня то петли неправильно как-то я считала, то её так вело в сторону, что было видно, что здесь нормально, а здесь куда-то вот сюда ушло. В общем, я посчитала, я распустила, распустила 9 раз это плечо. Причём мне всегда приходилось прямо с самого начала его вязать, потому что у меня всё время вот какая-то была проблема. Ещё с плотностью были проблемы. То есть я вроде связала, вроде уже ровно, но смотрю, у меня там вот такие вот растянутые лопухи. Вот, 9 раз распустила и 10 раз перевязала, получается. Когда я закончила этот проект, я просто выдохнула и почувствовала себя свободной. Конечно же, конечно же, я больше к бурету не-не. Я не знаю, может быть, это действительно такой артикул, может быть, ещё что-то. Может быть, это просто, ну, как бы, не моё, но из буретного шёлка я вязать больше не буду. Я вязала из смесовок, где содержится шёлк. Он точно так же, как бы, немножко расползался в стороны, чуть-чуть, но при этом мне не приходилось его бесконечно перевязывать. Вот, типа, составляющая, если будет какая-то в пряже шёлк, то окей, это ещё возможно. Но в чистом виде нет, даже, ну, то, что он буретный, и с ним, ну, легче, что ли, работать, всё равно не спасло, но, в общем, опыт был такой немножко горьковатый. Но зато теперь, да, я могу, я могу проекты делать, те, которые я уже, ну, как бы, хочу. И расскажу вам как раз об одном из них. Я надеюсь, что многие помнят, что у меня есть подарок от магазина пряжа.сум. Это Lanes du Nord, артикул доли 125. Сто процентный меренос. Магазин мне предоставил эту пряжу для теста. И я с удовольствием хочу этот тест проделать. Напоминаю вам всем, что вы можете купить этот, либо ещё какие-то другие артикулы в магазине пряжа.сум с 5% скидкой по коду ДОСОВА. Я оставлю все подробности в описании. Проходите, присмотрите себе что-нибудь. А я расскажу сейчас о первых впечатлениях, которые у меня уже сложились. Значит, моя задумка – это жилет. И он будет не оверсайз, он будет, ну, по фигуре. Я так решила. Он будет укороченный по фигуре. И в нём будет присутствовать вот этот вот деликатненький, ненавязчивый узор. Так, вязала я спицей номер 4. Так, как и рекомендует производитель. Что хочу сказать. Чисто тактильно пряжа мало чем отличается от своих собратьев у других брендов. Единственное, что она, ну, вот на мой вкус, на мои ощущения, она вот слегка суховата. Она довольно-таки хорошо пружинит. Потому что, особенно по сравнению с буретным шёлком, который, в принципе, в принципе, не эластичный. Он никак вообще не держит форму толком. Она, она прям очень хорошо пружинит. Что я люблю в мериносе. Это, ну, как бы, хорошее, ну, для меня хороший показатель. Единственное, да, нужно всегда понимать, что когда вы сделаете ВТО, всё равно, ну, как бы, эта пружинность немножко ослабится. Она будет либо вот в высоту тянуться, либо в ширину тянуться. Ну, это нужно понимать, да. То есть те, кто всегда работает с мериносом, это прекрасно знают. Так, кстати, хочу сказать о цвете. Я специально выбрала самый-самый-самый нейтральный. Чтобы, там, допустим, он не влиял на моё мнение очень сильно. Если бы я взяла что-то любимых оттенков, зелёного, синего, там, ну, не бежевый, а там, белый, допустим, меня бы, может быть, это отвлекало. А так вот максимально нейтральный оттенок. Кстати, этот оттенок номер 200, ровно 200. Так вот, ну, там очень много, кстати, таких. И сначала я действительно положила глаз на немножко другой цвет, но быстро взяла себя в руки и решила, что нет, я возьму самый-самый нейтральный оттенок. Он такой бежевый с холодным подтоном, не тёплый. И что, и что. Вот я начала вязать резинку. Это будет шивное изделие. Я начала вязать резинку, и резинка радует. Она ложится очень плотно. Посмотрите, вот она растягивается. И вот я не знаю, я пожалела, что я не стала вязать скрещенную, потому что, ну, не знаю, что-то не стала вязать. Вот сделала итальянский набор и пошла вязать. Мне кажется, что я распущу всё-таки и начну заново, пока я так далеко не ушла. Потому что резинку он держит хорошо, но сами петли у меня получаются немного такие пьяненькие. И я не хочу. Я не хочу так. Я хочу, чтобы это были нормальные ровные петли. Так, и поскольку я вот только-только на старте проекта, больше я пока вам не скажу, но первое ощущение, впечатление у меня очень положительное. Поэтому, если вы подыскиваете сейчас на какой-то проект хороший меринос, то этот артикул долей 125 или любой другой, который вам нравится, вы можете найти в магазине Пряжа.су. Проходите по ссылочке в описании и смотрите, что вам наиболее подходит для ваших проектов. Также, кстати, узорчик классный. И я связала образец из другого артикула. Он чуть-чуть помельче. Здесь порядка 200 метров на 100 грамм. Или что-то типа того. И почему мне нравится вот этот вот рисунок? Потому что он узорчик, потому что он легкий в исполнении. При этом он не скучный, он милый. И, ну, как мне кажется, довольно-таки современный. То есть мне нравится он. Я, на самом деле, планирую связать кардиган своей младшей дочке Тиане. И я хотела бы сделать воротник к нему. Прям вот такой вот, ну, типа вшивной. И я как раз подыскивала узор. И думаю, что вот интерпретация какая-то вот этого узора, она будет неплоха. Но не думаю, что прямо из этой пряжи я буду вязать. Это тоже стопроцентный веренос. Артикул я не помню, но я сейчас подпишу. И смотрите, в каком он у меня виде. Плоский этот, не знаю, что это. Плоский, короче, клубок. Он был у меня на бобине. Я его купила. И он просто, он не то что косил. Он, вся нить была вот так перекручена. В пружине вот такой вот. И вязать из него было невозможно. Из него изначально вязала моя помощница. Она сказала, нет, ну, типа ужасно. Из него вязать невозможно. Я обратилась в магазин, который я покупала. И мне сказали, нет, у нас все нормально, не косит. Мы все протестировали нормально. И я подумала, надо посмотреть на крутку. И, конечно же, я поняла, в чем была проблема. Здесь идет крутка Z. Кто не знает, есть Z-крутка, есть S-крутка. И в основном вот пряжа, которая мне всегда попадает, это S-крутка, которая классно вяжется обычной гладью, классическими петлями. А здесь Z-крутка. И я поняла, в чем проблема. Ее нужно было просто обратно перемотать, чтобы она не закручивалась, не косила. И ничего с ней такого не... Ну, вот поскольку у меня нету моталки на бобину, я смотала часть на вот такой вот ручной, а часть домотала уже руками. Ну, короче, хочется связать что-то, что-то либо своим детям, либо... Ну, не знаю. Ну, здесь хватит прям на полноценное плечевое изделие. Здесь 380 грамм. Здесь, в принципе, выйдет полноценное изделие плечевое, но нужно понять, что я хочу. Потому что на очереди очень много, а это просто так затесался случайно. Из текущих проектов у меня ничего нет, но у меня есть две позиции, которые было решено продвигать в рамках моего бренда. И давайте сейчас перейдем на стол. Я вам покажу новую вещь, которую я собираюсь вязать, но в новом сезоне. И также я купила пряжу, которую я хочу вот прям это... Тоже по косточкам разобрать, потому что это китайская пряжа, там все непонятно. Китайцы, они те еще про щелыги, могут что угодно написать на этикетке, на самом деле прислать там акрил чистый. Вот, поэтому я сейчас хочу сделать распаковку и поделиться с вами своими наблюдениями. Вдруг это действительно какой-то бриллиант, потому что, ну, нашла же я классный китайский махер. Вот что-то из этой оперы я хотела бы и сейчас получить. Так, друзья, только я переключилась и набежала туча. Я надеюсь, что это сильно на картинку не повлияет. Так, вот моя посылка с Алиэкспресс. Будем ее распаковывать. Так, ну что? Это пряжа в виде шнурка. Есть, ну, какое-то основание какое-то, ну, типа, как косичка, что ли, связанная. Может и нет, не знаю даже. И есть мохнатенькая часть. Вот, то есть светлая это мохнатенькая часть, а вот эта, это вот какие-то, ну, какая-то более плотная нить, но тонкая. Ну, вообще в руках прикольно ощущается. Сейчас вообще вот эта вот пряжа шнурковая, да, она вот так популярна, что аж китайцы изобрели свой артикул. Ну и давайте знакомиться, да, с этим артикулом. Так, посмотрим. Я захожу в переводчик и начинаю пытаться что-то понять. Ну, вот самые заветные цифры, которые, к сожалению, 60%, 15%, 25% и 10% это недоступно сейчас мне к переводу. Очень жаль, потому что хочется разобраться. Вот, например, 60% это что? Это, я надеюсь, не акрил. Так, давайте же посмотрим. Сама нить. Ну, не сказать, что толстенькая. Обычные шнурки. Сейчас посмотрим. Ну, естественно, никаких рекомендаций по номеру спиц не дано. Придется методом стыка. Ну, я думаю, что где-то на 3,5-4. Так, ну и сделаем тест на горение. Ну, на запах здесь есть что-то натуральное, но, как видите... Нет, оно вообще не хочет никак. Так, давайте еще вот дебиленькое подождем. Ну, сомневаюсь я, что 60% это какое-то натуральное волокно. Нет, видите, даже вот вообще не крошится никак. Ну, что ж. К сожалению, да, к сожалению, это не то, что я думала. Ну, посмотрим. Может быть, я что-то свяжу. Цвет прикольный. Вот эти вот крапушки, их сочетания тоже неплохие. Ну, что-нибудь посмотрим. Что-нибудь непотное можно себе связать. Правда, придется думать. Да, вот такие вот дела, ребятушки. И следующее. Было решено, что мы хотим не только с женщинами работать, но еще и с мужчинами. Конечно, очень маленькая вероятность, что там в мой аккаунт или в мой магазин заглянет прям мужчина и там закажет себе что-то или купит. Ну, то есть, я думаю, что какая-то мизерная вероятность существует, но наверняка нет. Но в моем аккаунте есть девушки, у которых есть мужчины. Это прекрасно. Поэтому... Поэтому мы будем делать аксессуары, которые ориентированы на мужчин. Вот такая коробочка в видеопаковке у меня есть. И, собственно, что в ней? Это шапка и шарф. Сейчас я вытащу, чтобы вы рассмотрели. Так. Шарфик, значит, у нас длиной примерно 2 метра, чуть-чуть поменьше, связан английской резинкой на машине. Цвет такой классный, такой шоколадный, коричневый. Ну, в принципе, мужской, да? Мужские цвета такие темные, спокойные. Это стопроцентный кардный меринос. Так. Сейчас название я вам оставлю в описании, либо все-таки подпишу, посмотрим. Так. И что? Вот у нас есть шарфик. У него ширина где-то 35, получается. А длина 195. Вот. Получается, вязали на машине, но вот закрывали вот здесь вот края вручную. Ну и шапочка. Сейчас вот говорят, что шапочки мужчины, то есть возвращаются вот такие вот невысокие, да, не с большой макушкой шапки, что сейчас такие предпочитают мужчины. Несколько брендов такие шапки. Вот. Ну, как бы вот облипочки, да, отвязали. Но в целом все-таки вот я померила на мужа своего, и у него, у него есть здесь небольшой зазор, то есть это не прям облипочка головы, а обычная шапка. То есть вот такие вот спокойные решения для мужчин. Единственное, что, наверное, все-таки мы еще попробуем вариант с более высокой макушкой, мы решили создавать и продавать. Тем более, что в будущем сезоне у нас там будут и всякие праздники, и просто мужчины будут утепляться, и, может быть, у кого-то день рождения, там уже и Новый год не за горами, поэтому возьмите на заметку, дорогие девушки, которые этот канал просматривают не для того, чтобы вдохновляться, а для того, чтобы что-то присмотреть для себя или своего мужчины. И получается, что у меня новостей сейчас пока нет, за исключением того, что у меня есть много незаконченных проектов, и мне от них нужно срочно избавляться. Первым делом, то есть, там 3-4 проекта, из них только один я собираюсь довязывать, остальные, видимо, пойдут в мусорное ведро. Бедолага, проект номер один это кардиган типа бомбера, который я начала вязать в январе и так и не довязала. Сначала у меня не хватило пряжи, я ее докупила, но потом я просто не нашла в себе силы его закончить, и я, честно говоря, хочу его выкинуть. Мне жалко моей работы, но что поделаешь, я думаю, что основная причина именно здесь это то, что я изначально начала как-то его очень рыхло вязать, и он получился не таким, как я его себе представляла. Вот, поэтому не знаю, ну вот, не знаю, честно, жалко, но, видимо, придется выкинуть. Я застряла вот на рукавах, и обычно у меня все проекты на рукавах застревают, вот, поэтому, да, вязала я спицами девятками пряжа Газал Бэби Вулл. Это был мой первый и последний опыт вязания из этой пряжи, потому что она мне ужасно не понравилась, и я, честно, я не знаю, я даже, у меня даже распустить нет сил, вот, поэтому это, скорее всего, уходит в утиль. Дальше проект, который аж с прошлого года у меня лежит и тоже на рукаве я остановилась, этот рукав довязан и как бы хватает пряжи, чтобы довязать и этот рукав, но, опять-таки, мне здесь не нравится пряжа. Она еще в своих ранних, самых первых влогах я рассказывала, что она ну, как бы ведет себя странно, я говорила, что я обычно делаю всегда предварительное ВТО и с каждым новым ВТО она все больше садится и садится. И, видите, я даже себе пуговицы здесь пришила, но рукав я так и не довязала. Ну, год, больше года он уже у меня пролежал, не хочу его оставлять еще на один год, так что в утиль. И, буквально, мой недавний проект, вот сейчас я вытащу из него спицы. Это, да, вот этот градиентный пуловер. Почему я его отправляю в мусор, потому что вот розовый же еще был, помните, вот там есть косина, но ее как-то можно пережить. Здесь же это какая-то фигня просто, потому что тут, ну, видно, как все косит. И все, я не хочу этим заниматься, я вот его бросила вот так вот на полпути, тоже на рукавах. У меня все на рукавах заканчивается, потому что я терпеть не могу вязать рукава. в общем, мое решительное нет этому проекту. Также не знаю зачем, но у меня зачем-то хранится миллион всяких образцов. Не знаю, зачем они мне нужны, почему я их так храню. Здесь есть и уже отвязанные проекты, и какие-то образцы, которые не случились потом в виде какого-то готового изделия, что-то очень старое, видите, я подписывала их. Кстати, классный мериносик вот это. Там вот тюльпаны. В общем, нафига они мне нужны, вот решила я. Оставляю только вот этот образец, потому что это будущий кардиган. Ну и то, наверное, придется перевязать, чтобы нормально замерить, это слишком маленький. В общем, вот, друзья, избавляюсь от накопленного груза, который мешает не жить полноценной вязальной жизнью. Так, сейчас снимем. Вот, я уверена, что мне сейчас станет полегче от этого, поэтому я и вам советую избавиться от всего ненужного барахла. И, если вы помните, у меня был пиджак, я вязала крючком, я остановилась только потому, что у меня, ну, типа, новые проекты там пришли, и я, ну, просто не смогла чисто физически закончить этот проект. Я его закончу, надеюсь, что вот в сезон у меня это пойдет, поэтому вот так. И я вас всех призываю тоже расхламляться как можно чаще, даже если это всего лишь вязание. Вот, вот и на этой жизнерадостной ноте я хотела бы закончить свой сегодняшний эпизод. Надеюсь, вам было интересно, хоть новостей не так сильно много, но в будущем, да, я постараюсь быть более продуктивной. Вот, все-таки новости будут чуть попозже, в сентябре, когда мы уже воплотим кое-какие идеи в реальность, а сейчас вы можете пойти в мой инстаграм, посмотреть то, что мы предлагаем, уже начинаем предлагать на грядущий сезон и вдохновиться этим. Об этом я буду рассказывать чуть позже, возможно, готовые работы покажу, хотя у меня сейчас такое ощущение, что все-таки я не буду снимать готовые работы, их слишком много за два месяца, не знаю, ну, в общем, посмотрим. Вот, поэтому давайте сейчас попрощаемся и надеюсь до следующей недели. Всем пока-пока!